Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Евгения Монакова. Сегодня мы будем говорить о том, как детям предстоит выйти из каникул и что будет происходить в образовательном процессе в ближайшее время. В студии у нас находится Светлана Вячеславовна Яковлева, заместитель председателя правительства Амурской области, министр образования и науки. Правда, находится она с нами сегодня дистанционно. Здравствуйте, Светлана Вячеславовна! Здравствуйте! Светлана Вячеславовна, я понимаю, что сейчас период затишья и дети находятся на каникулах, но что нас всех ждет и родителей, и учеников после 6 числа, когда, по идее, карантинные меры должны как-то уменьшиться, и при этом дети должны возобновлять учебный процесс? Да, действительно, ситуация непростая. И каждый день мы получаем новые вводные, касающиеся системы образования в целом по стране, и в зависимости от обстановки в регионах по-разному данная система заводится на обучение детей. Но есть и общие тенденции, и общие требования. Это, бесспорно, готовность образовательной организации обучать детей в дистанционном режиме. Вот здесь я хотела бы именно акцент сделать, что дистанционное обучение, оно предполагает использование электронных ресурсов. Некоторые родители, обращаясь к нам в том числе и за разъяснениями, они немножечко не понимают, что дистанционное обучение – это не семейное обучение, когда родитель на свои плечи полностью возлагает, скажем так, образовательный процесс. Это обязательства как родителя, так и в первую очередь учителя. Если можно так сказать, учитель ведет как главнокомандующий, а родитель помогает учителю, но цель у них одна – это качественное обучение ребенка. Да, действительно, на сегодняшний день у нас очень много электронных образовательных ресурсов. На нашем официальном сайте есть ссылка. На сайте Министерства просвещения Российской Федерации представлено большое количество, большой выбор электронных ресурсов. И Российская электронная школа, и Московская электронная школа. С 1 апреля открыт очень интересный ресурс, который помогает педагогу, методически помогает организовать электронное обучение. Есть комментарии для родителей, потому что очень много вопросов возникает и у родителей. Таким образом, ресурсы есть. Сейчас самое главное – правильно ими распорядиться и правильно организовать процессы, понимая, что это необходимо. Светлана Вячеславовна, скажите, пожалуйста, у нас область все-таки большая, у нас не везде, не всегда интернет доступен. Вот в этой ситуации везде ли есть действительно возможность наладить это дистанционное обучение? Да, вы правы, у нас есть территории, в которых интернет либо низкоскоростной, либо есть три у нас школы, которые не имеют такого необходимого выхода в интернет, чтобы организовать действительно обучение в режиме онлайн. Но, во-первых, можно организовать посредством оффлайн, то есть это через запись и электронные учебники, которые могут быть на дисках, на флешках. Но большую роль играют здесь, конечно, мессенджеры. То есть у нас многие педагоги организуют обучение, в том числе разъяснение через телефон. Обычно, вот мы говорим о школах с низким интернетом, это школах, где небольшое количество учащихся. И учителю, в принципе, возможно через посредством телефонной связи организовать обучение и проговаривать тему, в том числе через такую услугу, как конференц-связь. Светлана Вячеславовна, ну все-таки для нас это новая форма обучения, да? Уже она кем-то опробирована? Уже понятно, какие проблемы, с какими проблемами сталкиваются учителя и ученики? Да, когда мы первый раз ушли на дистанционное обучение, действительно возникли большие непонимания, скажем так, в том, как организовать этот процесс. Где-то были перекосы, что все упало на плечи родителей, где-то родители, наоборот, не воспринимали эту форму обучения. У нас вот эта неделя, которая была объявлена президентом, нерабочая неделя, как раз позволила, ну если можно так сказать, остановиться и оглядеться. И при этом российское министерство просвещения накопило и разместило на своем сайте еще дополнительные ресурсы, в том числе методические рекомендации, как этими ресурсами пользоваться. Ну, Светлана Вячеславовна, все-таки мы говорим о том, что детям за компьютером и за гаджетами много находиться нельзя, это вредно для здоровья. А вот теперь в условиях, когда все обучение переводится фактически на общение с компьютером и гаджетами, вот как соблюсти эти два параметра? Ну, может быть, это будет выглядеть очень весело, но посмотрите, учитель тоже не весь урок объясняет, поэтому если представить, что компьютер и учитель – это источник информации, то мы можем сказать, что учитель 45 минут не вещает новую тему, поэтому у ребенка вполне разумно организовать дома образовательный процесс следующим образом. 15-20 минут он слушает учителя или какой-то электронный ресурс, потом он отключает компьютер и делает письменные задания в тетради, читает учебник, ну а так как он дома может сходить даже на кухню, скушать яблоко. То есть в любом случае родителю лучше объяснить эти правила своему ребенку и контролировать их, по крайней мере, в начале? Да, с одной стороны родитель вроде как должен выступить в роли контролера, с другой стороны мы же понимаем, что данный вид образования – это вот в такой форме, это вынужденная мера. И мы понимаем, что это не будет длиться вечно, мы сможем в дальнейшем организовать так учебный процесс, чтобы осуществить и корректировку недополученных знаний. Но сейчас, да, действительно, ребенок тоже должен трудиться. И вот в такой форме родитель нам помощник. Светлана Вячеславовна, Вы уже сказали вначале, действительно, что постоянно приходят какие-то новые вводные, и в данных условиях мы не можем думать уже о наших выпускниках, потому что конец года не за горами. Им предстоит сдавать экзамены, поступать куда-то, а здесь вот у нас теряется ценное время. Как быть им? Во-первых, у нас перенесены сроки государственной итоговой тестации. Начнется она с 8 июня. Во-вторых, эта ситуация также отражена в тех методических рекомендациях, которые имеются на сайте и Рособоронадзора Российской Федерации, и Министерства просвещения. Как вот в данный период не упустить и не растерять тот багаж знаний, с которым выпускники подошли к итоговой государственной тестации. Поэтому здесь также методически есть поддержка. И я не думаю, что нужно ученикам, которые готовились и готовы к итоговой тестации, прекращать подготовку. Просто постоянно держать, как говорится, свои знания во всеоружии. Ну и я думаю, что следующим вашим вопросом будет, а как же с поступлениями? Это да. Вы, наверное, да. Как и все родители, волнуетесь о том, что вот сдвинулась государственная итоговая тестация в школе, а как будет происходить зачисление в ВУЗы. Также принимаются меры. Срок подачи документов на зачисление в учреждение профессионального образования будет сдвинут. И об этом будет доведено как через средства массовой информации, так и направленная информация в школы для предоставления информации учащимся их родителям. Светлана Вячеславовна, вам спасибо огромное за интервью. Но надеюсь, что действительно наши дети как можно быстрее вернутся в школы. Спасибо. А это зависит от того, как мы с вами будем соблюдать все меры, о которых нам говорят и медицинские работники, и работники Роспотребнадзора. Поэтому спасибо вам за интервью, а нам всем здоровья. Спасибо. А я напоминаю, что мы сегодня общались со Светланой Вячеславовной Яковлевой, заместителем председателя правительства Амурской области, министром образования и науки. Вы смотрели в Центре. Внимание, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова